МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Забайкальского края и города Читы на первом независимом ЗАП-ТВ. В студии Оксана Сыпалова. Генеральный спонсор выпуска новостей – магазин «Планета одежды и обуви». И сегодня мы расскажем о главных новостях. Реклама – двигатель прогресса или паразит на облике города. Золотоносные щиты с рекламой проходят мимо кассы администрации. Монополист Алирон не вызывает доверия у бизнеса. Чита зарастает свалками, а по отчетам работа ведется в полном объеме. Условно-бесплатная медицина – удовольствие для здоровых неработающих граждан. Пандемия какого вируса грозит забайкальцам из-за очередей в медицинских учреждениях. Далее обо всем подробнее. Рынок рекламных конструкций в чите процветает. Билборды с незавидной периодичностью падают от ветра, стоят впритык к домам и просто портят облик города. При этом городской бюджет не только не чувствует пополнения, но и вовсе рискует остаться без миллиарда рублей. Подробности в следующем сюжете. В августе ЗАП-ТВ выпустил сюжет о рынке наружной рекламы, основанной на экспертизе Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. По ее заключению, отчет об оценке рыночной стоимости годовой платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций не соответствует действующему законодательству. Выводы оценщика признаны необоснованными и недостоверными. Договоры, заключенные между владельцами рекламных конструкций и администрацией города на 10 лет, продолжают действовать. По нему стоимость годовой платы за одну конструкцию не превышает и 10 тысяч рублей в год, когда в среднем месяц аренды счета 3 на 6 метров стоят около 20 тысяч. Председатель комитета городостроительной политики Читы Александр Зудилов в ситуации был более чем возмущен. Вот эти 8 миллионов с копееками, которые город получает в год, ну это смешные цифры, даже там на уровне, я не знаю, небольшого населенного пункта. Краевой центр, столица субъекта федерации, ну даже человек, который не сильно смыслит рекламе, то есть цифры не впечатляющие для такого города. Договоры, подписанные бывшим председателем комитета городостроительной политики Денисом Ярушиным, жестко регламентируют основания расторжения. Либо задержка оплаты со стороны рекламщика, либо нарушение эксплуатации отдельной конструкции. Примеров, когда щит несет угрозу жизни и здоровью человека, предостаточно. Чтобы не вступать в суд по каждой отдельной конструкции, необходимо более разумное решение. Оценивать возможность прямого разрыва договора, либо каких-то других путей, либо через суд, либо мы не оставляем возможности обращения в правоохранительные органы с целью дать правовую оценку данному отчету и, соответственно, тех последствий, которые привели использование этого отчета в документацию. В случае одностороннего разрыва договора компенсация упущенной прибыли и возврат арендной платы превысит доход города от конструкции в 10 раз. Демонтаж, который мы будем вынуждены заплатить за демонтаж этих конструкций, это примерно 3 миллиона 300 тысяч. Аренду, которую мы должны будем вернуть, это 4,298,4,300. Ну и вот самое страшное, это то потерянную прибыль, вернее упущенную прибыль, которую потенциальный подрядчик сможет подъявить администрации, это примерно, по грубым подсчетам, 91 миллион 720 тысяч рублей. Правомерность заключения подобных договоров, проведение подставного конкурса и ответственность аффилированных чиновников должны определить правоохранительные органы. Но уже понятно, что отчет, представленный на конкурс, нарушает федеральный закон об оценочной деятельности в Российской Федерации номер 135. Очистится ли столица от неприглядной и опасной рекламы? Или администрация как орган власти только типовое словосочетание? И снова грязная тема, касающаяся мусорной реформы. Помогают ли кнуты и пряники регионального оператора по вывозу мусора побудить забайкальских предпринимателей, заключать договоры? Почему большинство представителей бизнеса отказывается сотрудничать с «Элерон Плюс»? Ответить на эти вопросы попробуем в следующем сюжете. Для нас просто не реально, потому что... Это год, да? Во-первых, у нас там сидит два человека. А во-вторых, это мусор на уровне, у нас в уровне просто. Потому что все остальное, у нас единственное, это упаковка. Картон, который мы не можем, у нас его забирают. Все, больше у нас там ничего нет. Поэтому нам тоже платим для несуществующего мусора, в общем-то, не хочется. Но выйти с протоколом разногласий, я, например, не знаю, какое основание. То есть мы когда пришли, операторы как говорят, ну как вы же торговли, у вас же вот тариф, мы ничем получим не можем. С таких вопросов и началась очередная встреча руководителей «Элерон Плюс» и забайкальских предпринимателей. И самый актуальный вопрос – это слишком высокий тариф. И по нормативу, и по фактическому расчету. Ведь в обоих случаях в «Плюсе» остается только региональный оператор. Вот и приходится бизнес-сообществам раз за разом задавать один и тот же вопрос. Несмотря на перестановку кадров руководящего состава регионального оператора, ответ всегда один и тот же. Стоимость устанавливали не они, но готовы договориться и понизить оплату за вывоз мусора. Только предпринимателям сначала нужно доказать, что они не производят мусор, за который сейчас должны платить за облачные суммы. «Если вы это все предъявляете, мы уже в индивидуальном порядке подходим и с вами уже договариваемся на определенный объем. То есть смотрим, сколько у вас там человек работает, да, с просчитыванием, то есть все, и на основании этого уже в итоге так не будет. Звучит хорошо. Индивидуальный подход, перерасчет и прочее. Но работает это далеко не со всеми. Чтобы доказать тот факт, что предприниматель явно переплачивает за несуществующий мусор, очень сложно. Да и в договоре по факту не все так просто и прозрачно. Примеры того, как представители бизнеса заключают договор, мягко говоря, шокируют. На сегодняшний день норматив для предприятий, для организации торговли, он очень сильно завышен. Причем здесь уже все соглашаются, но при этом его никто не меняет. А Лерон в прошлом году, да, они согласились, что да, мы будем заключать по факту с предпринимателями. Но я не буду говорить голословно, да, вот вчера звонили из Борзи. Газетный киоск. Газетному киоску предлагают заключить договор по факту. Собрал определенный объем мусора, и за этот объем мусора, который вывезли, он оплатил. Но в данном случае, А Лерон предлагает этому газетному киоску указать в договоре. То есть, отмечаем, да, вывоз по факту, что у этого киоска в течение трех месяцев образуется один кубический метр мусора. Сложно представить, как на периферии один газетный киоск за три месяца работы будет производить тысячу литров мусора. И это А Лерон Плюс называет индивидуальным подходом к каждому. Плюс ко всему, как утверждают руководители регионального оператора, они стали работать бесплатно, поэтому подают на недобросовестных предпринимателей в суд. Мы сейчас будем подавать в суд о понуждении заключения договора, как есть положительная практика в Иркутской области, и выставлять всем счета с января месяца, с того момента, когда региональный оператор подписал соглашение с Министерством природных ресурсов. А это январь 2020 года. Сложно представить, какие цифры будут нарисованы в расчетных листах по нормативу за 9 месяцев. Но тут сразу возникает вопрос, а вывозился ли тот самый мусор с начала года. И сразу в памяти начинают всплывать фото и видео заваленных контейнерных площадок. Люди со всего региона фиксировали переполненные контейнеры и горы бытового мусора во дворах. Вместо того, чтобы заниматься уборкой с момента подписания соглашения, региональный оператор наводил внутренний порядок и яро пытался доказать всему региону, что именно он очистит Забайкальский край от свалок. Тариф завышен, он не обоснован, высосан буквально из пальца, потому что расчетов адекватных мы так и не видели. И туда можно было все что угодно заложить. И зарплату топ-менеджеров, какие-то супер дорогие МФУ, бешеную аренду. Поскольку тарифы большие, предприниматели точно не готовы на них идти. Тем более по нормативу. Необходимо все-таки идти на контакт с Солероном и добиваться заключения договора по факту. Но фактический объем удобный для вас. Если говорят, что без мусора никак, и даже полведра мусора за год у вас бывает, вот пусть на полведра мусора и будет заключен договор. Смог ли региональный оператор за 9 месяцев своей работы ликвидировать хоть одну свалку? На ум приходит только закрытие сортировочного пункта в засобке, который, к слову, так и остался заваленный мусором. Многочисленные жалобы предпринимателей, методы заключения договора в Солерон Плюс. Глядя со стороны, мало верится в то, что эти действия приведут к какому-то компромиссу. Если региональное правительство хочет настоящую мусорную реформу, а не войну между оператором и предпринимателями, то здесь срочно нужно пересматривать саму реформу с самого начала, иначе чистого края нам так и не видать. Виктор Соловьев, Иван Дементьев, Ирина Петрова, ЗАПТВ. Контрольно-счетная палата попросила жителей Читы помочь в проверке деятельности мэрии, получившей больше 70 миллионов рублей на уборку несанкционированных свалок. Горожанам предлагают сообщать о неубранном мусоре. Адреса, где должны быть убраны свалки, либо установлены площадки для накопления мусора, опубликованы в открытом доступе. Жалобы и замечания с обязательным указанием адреса объекта и, по возможности, с приложенной фотографией нужно присылать на электронную почту КСП до 2 октября. Авиакомпания «Сила» с 27 сентября будет ежедневно выполнять полеты по рейсу Чита-Улан-Удэ. Об этом сообщается на официальном портале органов власти Забайкальского края. Цена билета составит чуть больше 3 тысяч рублей. В сообщении уточняется, что федеральная поддержка в августе распространилась на 138 межрегиональных авиамаршрутов внутри России. Среди них 8 рейсов, связывающих Читу с Якутском, Нижнеангарском, Нерингрей, Алданом, Улан-Удэ, Благовещенском, Токсимой и Братском. Глава Сбербанка Герман Греф выступил за сокращение в России количества и величины налогов. При этом он считает действующие налоговые ставки конкурентным преимуществом страны. Лучше идти путем сокращения расходов бюджета и повышения объема заимствований, но не повышать налоги, отметил Греф. Напомним, накануне глава счетной палаты Алексей Кудрин назвал способ избежать повышения налогов для бизнеса и граждан в ближайшие 5-6 лет. По его мнению, следует приватизировать государственные активы страны. Прием заявок на отлов безнадзорных животных. Читинская станция по борьбе с болезнями животных принимает в письменном виде или по электронной почте с указанием личных данных. Об этом сообщается на сайте мэрии Читы. Заявки в письменном виде принимаются по адресу Бабушкина 42, либо на адрес электронной почты учреждения с указанием необходимых данных. Также заявку на отлов животных можно подать через управляющие компании. Впереди у нас короткая реклама. Не переключайтесь. Оденься на осень и зиму недорого. Куртки мужские, женские и детские от 999 рублей. Планета одежды и обуви. Продолжаем выпуск. Тариф на услуги муниципального предприятия выше, чем у частных компаний в два раза. Почему ненормальный тариф управлению лифт-ремонта и чиновникам кажется вменяемым? Далее в сюжете. Сколько сегодня стоит прокатиться на лифте? От 5 до 11 тысяч в месяц. И вот почему. Тарифы у нас устанавливаются на заявительной основе по письмам, которые представляют нам предприятия. И на 2020 год было письмо, чтобы и мы им установили тариф методом индексации, исходя из индекса повышения цены. Содержание одного лифта в месяц на 2020 год составило 10 178,4 рубля. Тариф лифт-ремонта муниципального предприятия в два раза больше того, что предлагают другие частные компании. Я ни в коем случае не согласен. Мы с этим разбирались. Как вы говорите, у нас 11 тысяч, а у них 5 тысяч. 5 тысяч – это когда один стол и один стул. Они за 5 тысячи обслуживания берут. А то, что касается нашего предприятия, электромонтной рентабельности, у него есть люди в штатной единице, которая должна содержать полностью всю свою штатную единицу. Что оно и закладывалось, этот тариф, это же с расчета идет полностью в предприятие. Но сейчас большая конкуренция, очень большая конкуренция нам состала. Почему мы не могли участвовать, мы не могли обеспечения финансового дать. Ну, здесь, конечно, сподхватились мы поздно. На следующий год, конечно, мы его подправим, сошьем всю эту информацию. Он будет у нас работать. У меня, вы сами видите, и база, и техника, и мы выполняем все виды работ. Поэтому, как говорится, насчет того, что договариваться насчет оплаты, то проблем нет. С каждым разговариваем и с каждым договариваемся на столько, сколько нужно. Основной причиной нестабильности работы – это является снижение объемов работ по обслуживанию текущему ремонту лифтов и объемом их по капитальному ремонту. Приведена у вас табличка, где с 2014 года было, например, на обслуживании лифт-ремонта 234 лифта, то в 2019 – это уже 148 всего лифтов. То есть другие подрядные организаторы предлагают меньшую стоимость, и управляющие организации заключают договора и другие юридические лица с потребителями, с заказчиками, которые предлагают наименьшую стоимость. В целях увеличения доходов предприятия до уровня потребностей, то есть то, что хотят предприятия, увеличение тарифов на техническое обслуживание и ремонту лифтов, в том числе и с диспетчерским обслуживанием, неэффективно. То есть нет смысла повышать сильно тарифы для того, чтобы предприятие могло работать стабильно, так как ну и тут очень многие потребители этих. С 2014 года на предприятии снижается выручка, прибыль, капитал, активы. Периодически накладывается арест на счета. Появляется новый вид деятельности – похоронные услуги. Какие основные проблемы предприятия видите? Ну сейчас, в принципе, у нас стабильно все. Все стабильно, да. Нам бы еще, если бы прибавить на обслуживание лифтов, тогда бы еще лучше было. А так у нас ни за должности, ни по зарплате нет. Но вот этот тариф 11800, он вообще людям, как он интересен, не отказывается? Сами не считаете его завышать? Нет, но мы просто разговариваем и или оставляем предыдущие, или вообще договоримся на другую сумму. Тариф складывается из затрат на зарплату, эксплуатацию, содержание техники, коммунальные платежи, материальные ресурсы. Что говорить, база действительно большая. Два «Жигуленка», «Волга», «Самосвал» и «УАЗик». «Волга» лично? Нет, нет, нет. Не «УАЗик»? Значит, что? Если честно. Лифторемонт напоминает застрявший лифт. С одной стороны, по цифрам предприятие деградирует, с другой и в торгах вот-вот участвовать начнут, и задолженности нет, и администрация финансами помочь должна. Тариф больше в два раза, и это вроде как нормально. Обычно, когда речь заходит о ценах на услуги муниципальных предприятий, всегда звучит фраза «социальная нагрузка». Тут мы ее не услышали. Вячеслав Барницкий, Николай Шумков, ЗАП-ТВ. Заседание Комитета по имуществу Думы Читы. Передача помещений в собственность, протест прокуратуры против наружной рекламы и чисто технические поправки. С репетицией перед заседанием Думы материал моих коллег. Перед заседанием Думы городского округа город Чита состоялось собрание Комитета по муниципальной собственности, землепользованию и градостроительству. Одним из центральных вопросов стал прием имущества Российской Федерации и Департамента земельных отношений края в собственность города. Конкретно ОМВД России по Забайкальскому краю передает городу одну квартиру по Бабушкино 32Б и 10 квартир на Нечаево 74. Дом по улице Бабушкино жилой. Первый этаж занят небольшими фирмами, арендующими площади. Нечаево 74 тоже жилой. На первом этаже расположен отдел лицензионно-разрешительной работы ОМВД России по городу Чите и управление Росгвардией по Забайкальскому краю. Согласно расчетам, которые будут в последующем предъявлены гражданам за социальный наем, будет плата составлять 66 844 рубля всего за месяц. За год оплата будет составлять 82 109 рублей, а оплата за капитальный ремонт будет за год составлять 78 586 рублей. То есть небольшую реперту мы будем получать в рамках того, чтобы содержать данное имущество. Департамент земельных отношений также передает городу помещение площадью 1479 квадратных метров по адресу Александра Заводская, 2. Сейчас там находится ФКУ Кауфсин России по Забайкальскому краю. Обоснование звучит так. Оба проекта передачи имущества предварительно одобрили единогласно. Без возражений согласились и с протестом прокуратуры по вопросу размещения наружной рекламы, в частности вывесок, на которых представлена информация для потребителя. В прокуратуру стали поступать жалобы от предпринимателей о необходимости их согласования с администрацией города. Мы говорим, что нужно согласовать с полномочием органом администрации. А что согласовывать, если нет никаких требований? Какого? То есть цитовая, шрифт, расположение тоже. Все решения, принятые на заседании комитета, носят предварительный и рекомендательный характер. Подробно они будут рассмотрены завтра депутатами Городской думы. Тамара Ванфули, Николай Шунков, ЗАП-ТВ. ОРВИ или COVID-19. Два вируса обладают рядом схожих признаков. Без медицинского вмешательства невозможно понять, каким из этих диагнозов болен человек. Но ожидая результатов обследования в медицинских учреждениях, можно подхватить более опасную болезнь. Недомогание, кашель, высокая температура – сигналы, указывающие на наличие в организме вируса COVID-19. Правда, подобными симптомами сопровождается и банальная простуда. Представители медицины призывают жителей не заниматься самолечением, а при обнаружении первых признаков обращаться за помощью в поликлинику. При посещении лечебных заведений у меня сложилось такое мнение, что наши медицинские учреждения создают все условия, чтобы, наоборот, мы побыстрее все переболели этим ковидом. У меня, конечно, были изначально какие-то сомнения. Я думаю, что каждый обратившийся человек медицинского учреждения в первую очередь ждет какой-то помощи. Правда, Елена получила помощь не сразу. Почувствовав слабость, женщина первым делом отправилась в больницу, чтобы сдать все нужные анализы. Несколько часов провела в специальном фильтрбоксе. Кроме нее в маленьком помещении находилось еще несколько десятков человек, ожидая, как даже освободится рентген-кабинет. Однако рабочий день был закончен, и всех пациентов отправили в диагностический центр. Когда я зашла в это помещение, сидело две женщины. Ну, я говорю, вы тоже 110? Они говорят, нет, мы уже там были. Я еще у них поинтересовалась, ну, как бы постучаться надо или вызывают там как-то. Она говорит, ну, постучите, скажите, что вы на КТ. Я постучалась, и когда дверь открылась, и выходит женщина во всем обмундировании, которое препятствует заражению ковидом, меня просто, ну, как бы, как обухом по голове. Уже позднее Елена узнала, что находится в отделении, где лечат зараженных коронавирусом. Возмущению женщины врачи удивились, попытались убедить, что отличий у данных болезней нет. Поразило и то, что в помещение стационара может попасть любой желающий. Нет ни предупредительных знаков, ни персонала на входе. Перепуганная Елена поспешила скорее пройти требуемые анализы. Легкие оказались чистыми. И если в этом случае коронавируса удалось избежать, то родственникам Виктории повезло меньше. Семейная пара подхватила опасный вирус, находясь на отдыхе. Ну, там вообще такая ситуация, понимаете, что люди приехали, они были в санаторийском месте, и они приехали оттуда уже больные. Я вообще была удивлена, что их санатория выпустили, видели, что люди находятся в тяжелом состоянии. Они сказали, все, ваше время закончилось, давайте, друзья. Хорошо, что они в поезде ехали бы с ве, что они не заразили кого-то в купе, там, как говорят. А если плоткарты, это вообще была бы проблема. Вернувшись домой, супруги были определены в моностационар, в котором им было предложено довольно странное лечение. Несколько раз в день пациентам выдавали по таблетке парацетамола. Виктория, узнавшая о данной терапии, сразу же отправилась за разъяснениями в Краевое Министерство здравоохранения. Перед женщиной извинились, обещая исправить ситуацию. Сегодня, по словам Виктории, ее родственники получают нужные препараты. Но так как помощь не была оказана вовремя, то и процесс выздоровления замедлился. И это лишь несколько примеров недобросовестной работы представителей медицины. Возникает резонный вопрос, какие цели преследуют специалисты, относясь подобным образом к здоровью своих пациентов. Ника Новак, ЗАП-ТВ. Спасательный круг, вовремя оказавшийся в руках нуждающихся, может спасти не одну жизнь. В этом уверены зрители ЗАП-ТВ, которые жертвуют средства для тяжелобольных людей. Миллион рублей – сравнительно небольшая сумма, которую за время работы фонда удалось собрать. Эти средства уже помогли полностью или частично оплатить дорогостоящие курсы лечения больных онкологией и другими тяжелыми заболеваниями. Фонд вместе с вами делает все возможное для того, чтобы обратившийся смог получить лечение и поскорее вернуться к полноценной жизни. На сайте Спасательного круга и в эфире телеканала мы рассказываем истории тех, кому эта помощь действительно нужна. Для кого-то достаточно одного курса лечения, а кому-то средства нужны регулярно. И мы стараемся не оставлять наших подопечных с такими проблемами один на один. Снова и снова мы обращаемся к нашим зрителям с просьбой о помощи. Каждая переведенная вами сумма находит своего адресата. Благотворительные компании нашего фонда – это чьи-то жизни. Это не абстрактное выражение, а реальные люди, которым зачастую просить о помощи больше не у кого. На нашем сайте вы можете совершить перевод, посмотреть отчеты или задать свои вопросы. Мы ответим каждому. Также мы часто слышим вопрос, почему нужно переводить средства именно через фонд, а не на личный расчетный счет заявителя. Но именно так мы можем иметь полное представление о необходимой сумме, а вы – подробный отчет. За время своей работы мы помогали забайкальцам во время наводнения, пожаров, не только деньгами. Проводили сбор теплых вещей и предметов первой необходимости. Вместе собирали детей в школу. Это помощь настоящая и самая своевременная. Ведь люди обращаются к фондам именно тогда, когда больше ждать ее неоткуда. Сегодня с нами уже более тысячи забайкальцев, а каждое новое пожертвование – это шанс помочь. Ведь именно боготворительность – направление, где нет места амбициям. А главная и единственная цель – это помощь тем, кому это так необходимо. Оксана Суслина, ЗАПТВ. Мам, я где? Это были все новости на сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Здравствуйте. В эфире прогноз погоды на канале ЗАПТ-ТВ. Спонсоры показа – магазины «Антимиссими» и «Кольцедония». «Кольцедония» и ее уникальный ассортимент. Колготы из кашемиры, купальники, леггинсы, мужская и детская коллекция носков. И даже для самых маленьких модниц – шикарные колготки и леггинсы. Итальянские бренды. Магазин «Кольцедония». Торговый центр «Макси». На календаре четверг – 24 сентября. В этот день в Чите будет облачно с прояснениями и слабый северо-восточный ветер. Ночью будет уже 0 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 14 градусов. О погоде это все. Всего вам доброго. И до сих пор. До свидания. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...